Урбан. Программа о городских проектах. И Евгений Лаптев, главный архитектор Кирова-Чепецка. Вот, собственно, на примере второго по численности, по величине города в Кировской области мы разбираем, что такое соучаствующее проектирование. Да, ну и еще раз сразу должны сказать, что это не только ППМИ, товарищи. Классно, что у нас в регионе ППМИ развивается, и угрозы прекращения этой программы сняты, слава богу, и она будет продолжаться. И люди все активнее и активнее к этому подключаются. Кроме того, мы видим, что федеральные программы требуют соучаствующие в проектировании. Мы видим заявления городских властей, что даже депутатские деньги, не знаю, как в Чепецке, попозже расспросим, но в Кирове даже депутатские деньги не будут расходоваться на те дворы и на те районы, где люди не участвуют в подобных практиках. Но касается это абсолютно всех. Это касается пенсионеров, это касается детей, их родителей, касается бизнеса, и, собственно говоря, касается и власти, потому что они тоже жители. Все это в программе «Урбан». Да, ну вот смотрите, вот эта история, которую мы уже три раза тут подчеркнули в эфире, о том, что и вы нас на нее натолкнули, Михаил Анатольевич, когда сказали, что вы отделяете жителей, народ и бизнес от власти. Но вы сказали очень хорошие слова, что власти, это тоже жители, они ведь тоже живут в этом городе. По тем же улицам ходят. Продолжите эту мысль, пожалуйста. Ну, на самом деле, в администрации города работают порядка 110 человек. Из них, собственно, благоустройством занимаются, строительством занимаются 10. Остальные специалисты в других сферах, финансы, культуры и так далее. Но они все живут в городе. И им всем не безразлично, а что же будет происходить в городе, как он будет улучшаться, будет ли улучшаться. И, безусловно, мы очень хотим, чтобы все специалисты, работая в органах власти, они высказали свою позицию. А что должно быть в городе хорошо? И в прошлом году, и в этом году мы вот подобные семинары, выездные, абсолютно не финансово затратные, проводили. Именно чтобы в кругу и в свободном от работы время, именно услышать мнение работников администрации, депутатов городской думы. Не как чиновников, не как должностных лиц, а как жители города. А что они хотят улучшить в городе Кирово-Чепецке в части благоустройства, в части иных каких-то вещей. И это идет. То есть людям это интересно. И работникам органов власти это интересно. Потому что, еще раз подчеркну, они все жители города. Не бывает такого, чтобы люди отработали, сели в вертолет и улетели куда-нибудь. Иногда ощущение складывается такое. И, кстати говоря, основная претензия горожан и городских активистов в особенности всегда была к чиновникам. Это вот именно эта претензия, что вы как будто не живете в этом городе. Вы что, не ходите по этим улицам, по этим тротуарам? И не хотите ли вы проехаться на общественном транспорте? Не хотите ли вы отказаться от машин? Кстати говоря, история с Якутском, которую вы уже привели, где Сардана Афксентьева, глава, она стала продавать вот эти вот автомобили все и прочее. Она тоже на это была направлена. Что нужно выйти из своего круга, спуститься с небес на землю с людьми ножками, ходить по этой же земле. Евгений Андреевич, на работу ходят пешком? Да. Пешком. Начальник отдела благоустройства на работу ходит пешком. Зам. начальника отдела благоустройства, там, у Евгения Андреевича подчиненные тоже ходят пешком. То есть нельзя сказать, что мы там на вертолетах или на машинах. В Чепецке, мне кажется, с этим проще. Все-таки город компактный такой. Знаете, просто почему, может быть, мы иногда говорим на разных языках, ну или, по крайней мере, так получается, потому что мы знаем чуть больше, чем обычные горожане. Мы знаем дополнительные критерии отбора проектов. Мы знаем, вот нам ставят в упрек, почему вроде проголосовали за ремонт дорог, а не все дороги, которые заняли более высокое место, вошли, допустим, в следующий год или через год в ремонт. Да потому что есть дополнительные критерии, которые ставят муниципалитету протяженность отремонтированных дорог, там, одно, другое, третье. И если житель города видит чисто внешний антураж, он важный, да, то есть высказать позицию какую-то заводскую, либо перевозчиков, либо Терещенко, либо Луначарского ремонтировать в первую очередь. Они высказали свое мнение, как жители города. Но есть ряд критериев, которые к этому дополнительно еще собираются, и отсюда порядок может быть несколько иной. Точно так же мы говорим, вот Вятская набережная в городе Кирович-Петске, два года мы над ней работаем, началось-то с подачи, в общем-то, нет, у жителей города всегда была мысль, давайте благоустроим Вятскую набережную. Но они как-то к ней не подходили. И когда школьники первой гимназии отработали вот этот проект, защитили на своем конкурсе, потом с помощью родителей вывели его на общественное обсуждение, мы, безусловно, понимаем, что он реализован не на 100%, и не в том формате, как задумывали школьники. Но часть идей, она была взята и наложена уже на профессиональные, проложенные газовые трубы, которые есть на этом месте, дорожки, условия программ, наличие финансирования. И, ну, по крайней мере, жители города Кирович-Петска, многие говорят, что Вятская набережная получилась, получается, и с ней можно работать дальше. Ни на одном круглом столе, сколько мы проходили в конце 2016 года, 2017, 2018, никто не высказал что-то против того, что сделано Вятская набережная. Мысли предлагают, давайте сделаем еще это, вот это, вот это, вот это. Но это все должно накладываться на реалии и действительность финансов в том числе, и критерии программ комфортно, среда ППМИ и все остальное. Расскажите, пожалуйста, еще про вот это тактическое управление, которым вы сказали, приведя в пример ограждение, которое на набережной, которое вы привезли и установили, причем не так, как у нас желтые заборы везде установили, да, непонятно вообще с какими целями массово, потому что ГИБДД рекомендует, а совсем по-другому подошли к этой истории. Расскажите об этом, Евгений. Ну, то есть, если продолжать разговор о набережной, то есть это, ну, всегда было такое пространство, где были тропинки, скамейки, и никогда разговор о том, что кто-то сейчас... А, и набережная у нас находится на таком крутом берегу. Пока туда не пришла брусчатка, пока не появились какие-то скамейки, освещения, никогда за многие десятилетия не было разговора о том, что установите ограждение, нам страшно, мы сейчас упадем. Только появилось благоустройство, вплоть до прокуратуры стали поступать обращения граждан, установите ограждение. Ну, все правильно, потому что поток, трафик увеличился, нет? Ну, там всегда был большой поток людской, там выпускные, целыми классами всегда гуляли, но вот как-то вопроса ограждения никогда не возникало. А как так получилось-то? Почему брусчатка сразу же за собой потребовала еще и ограждения? Ну, может быть, это какие-то стереотипы, а вот то, что мы говорили о фонтане, вот таком, в общем, благоустройстве, устроенности... А с набережной дорожкой, значит, ограждение должно быть. Хотя вот к разговору о заграничном моем опыте, вот исследовательских поездках мы были в двух городах с каналами Роттердам и... Копенгаген, там ни одна набережная не ограждена, даже вот как в Петербурге, например, да, чугунное литье, вот вся вот эта красота. А зато в Амстердаме везде заборчики. Вот, при этом мы говорили, ну, этот вопрос стоит во всех городах с ограждением. И все урбанисты обычно с ним, с этими заборами, они все борются. И у местных специалистов, которые у нас... Ну, как так без ограждения? Ну, вот так, но зато у нас все школьники проходят обучение плавания в воде, в одежде. Вот, то есть не бывает одного без другого, правда же? Вот, и что касается нашего ограждения, мы понимаем, что мы, скорее всего, никакого чугунного литья там не сделаем. И по концепции самой вот набережной у нас какие-то серьезные истории, связанные прямо с гранитом туда, не вписываются ни по деньгам, ни по смыслу. А что там будет тогда? Пока не знают, что будет, я так поняла. Поэтому я во Владивостоке увидел на видовой площадке, с которой открывается вид на Золотой мост, было простое ограждение из металлической трубы, и между трубами натянут стальной трос. То есть он выполняет только техническую такую функцию от случайного падения, если кто-то там побежал за мячиком его остановить, но никаких декоративных функций, причем он в рельеф почти не заметен. В общем, он не смотрится как барьер какой-то. И там история же такая, ты помнишь, мы с тобой, когда в Черногории заблудились на Скадарском озере в Муричах, и чуть не уехали в другую страну, уходя все дальше в небо по этой вот серпантинной дороге. Добро пожаровать в Албанию, я помню. Да, и хотели развернуться на однополосной узкой черногорской дороге в горах. Я вышла из машины и сказала, я не поеду дальше, вот вызывайте вертолет, что хотите, делайте, я развернуть тут боюсь, сейчас улетим в пропасть безумную. Хотя если бы там стояли хотя бы 15-сантиметровые просто какие-то намеки, не на ограждения, а которые бы мне показывали как человеку, как водителю, что вот она граница, психологически мне бы было, потому что я же потом тренировалась, я и на более узких участках сейчас спокойно разворачиваюсь, но я боюсь, что несмотря на свой вот сейчас опыт, вернись я туда в горы, где я не выросла, где есть пропасть и где нет, не то что уграждения, хотя бы намека на указатель, что вот здесь вот, да, чтобы я эту границу почувствовала, я бы тоже снова не развернулась от страха. Здесь то же самое, собственно говоря, люди, может быть, не требуют вот этого вот большого там забора, потому что нужен вид, но они должны психологически комфортно себя чувствовать, потому что вот он барьер. Вот, собственно, не надо туда заходить, и все будет в порядке, да? Да, ну и в расчете вот, то, что, как вот я сейчас словами объясняю, это очень трудно воспринять. Мы с начальником отдела благоустройства в выходной взяли инструменты, установили две секции такого ограждения, повесили на нем объявление, что принимаются предложения, замечания, возражения. Ну, в СМИ на сайте везде дали, то есть приходите, посмотрите, удобно, неудобно. Я прошу прощения, мне кажется, я понимаю, как это выглядит, это выглядит, как боксерский ринг. Ну, в общем, да, ну, высотой примерно... Пониже? Да, полметра, может, 70 сантиметров. Евгений пропустил первую реакцию, да. Подождите, про первую реакцию сейчас после короткого перерыва, это хорошая история, да. Урбан. Программа о городских проектах. Михаил Шинкарев, глава администрации Кирова-Чепецка, Евгений Лаптев, главный архитектор Кирова-Чепецка у нас в гостях. Итак, какова же была первая реакция жителей, и, судя по всему, ваша тоже, Михаил Анатольевич, на тот экспериментальный забор из двух секций, который Евгений привез из Владивостока и установил на вашей набережной с просьбой сообщать о своих ощущениях? У меня первая реакция была не на установленное, а на то, что показано на фотографии. Она была отрицательна. Но как раз Евгений Андреевич прокомментировал, что, в принципе, нам ведь не нужен забор, который заграждает вид и отделяет жителей от природы. Нам нужен именно вопрос безопасности, именно от случайных, потому что, ну, если это специально, так все равно найдутся, кто полезет, перелезет. Ну, конечно, да. И через сплошной заборчик тоже найдутся те, кто перелезет. Поэтому, когда обсуждали, договорились, что давайте там не сразу вам вставить на весь периметр набережной, а вот попробуем именно в части посмотреть на реакцию. Но реакция, подобная моей, была, наверное, у очень многих людей, потому что это было и в комментариях на сайте, и реакция главы города была тоже примерно такая же, как главы администрации. Что сказал Елена Михайловна, и вы сказали, что... Примерно то же самое, что я, что вроде это... Ну, не должно быть такого вроде же. Что это за техническая такая история? Знаю, что там в комментариях сравню, там, и с колючей проголок, и со всем, да. Но, опять же, здесь, не знаю, подводили итоги, нет, Евгений Андреевич? Мы еще не свели, но примерно в 60 на 40 есть. То есть, голосование на нашей страничке ВКонтакте 60 на 40. 60 – это за или против? 60 – против. Ну, надо еще, конечно, смотреть комментарии, потому что... Но мы понимаем, что как раз, если говорить о соучаствующем проектировании, вот это один из элементов, примеров, когда, может быть, у главного архитектора видение на Дальнем Востоке было одно, в Чепецке это пока не воспринимают, а, может быть, со временем воспримут. Поэтому отрицательный результат – это тоже результат, но здесь всегда нужно, наверное, там, критикуя – предлагай. Да, то есть, если не устраивает вот то ограждение, которое предложено, которое там молодые люди взяли, сами поставили на берегу, чтобы выслушать мнение, что же нужно здесь тогда, вы тогда в комментариях не просто говорите плохо, а предложите, что есть. Потому что мы достаточно большой группой смотрели картинки в интернете, что бы нам подошло сюда. Мы ни на одном ограждении не смогли остановиться. Вот чисто там, сколько, 5, рассидели, вот рассматривали все это, чтобы после работы, кстати, чтобы не в рабочее время. Но, тем не менее, вот это есть так. Мы пока не видим какого-то готового продукта, который можно было поставить на вязкой набережной. И если жители города считают, что вот это не подходит, предложите свое. Ну, вот я фотографию посмотрела, у меня мысль такая была, я не знаю, может быть, это просто фотоискажает. Вот эти столбики, они темные очень. Мне кажется, если их сделать светлее из светлого металла, например, там, хромированные еще какие-то, и вот эту вот лесочку, лесочку, там, веревочку, которая ограждает и натягивается между столбами, тоже сделать такого серебристого оттенка, она уже будет по-другому выглядеть. Я не знаю, может быть, так и есть в жизни, может, просто на фото они... Давай спросим у архитектора Евгении. Сейчас спросим у Евгения. Разбирался же этот забор, в том числе, во Владивостоке? Ну, во Владивостоке он был все-таки черным. Черный. Единственное, что если там проходить мимо, да, то это не бросается в глаза. То есть, понятно, если рассматривать так буквально, то, конечно, можно делать акцент. Но вся идея была в том, что он будет незаметен на фоне пейзажа и будет выполнять только технические функции вот такого от случая. То есть, в комментариях пишут, а если я навалюсь, ну, не наваливайся. Да, упадешь. Если навалишься, упадешь. Если захочешь попасть на машину, попадешь, пожалуйста. Никакие тебя заборы вообще не спасут ни за что. Это правда. Мы продолжаем разговор. Это программа «Урбан». Говорим о соучаствующем проектировании. Ну, и чтобы закрыть уже этот вопрос с забором, как долго вы будете исследования проводить, когда вы к нему подберетесь? Ну, что будет там окончательной уже историей, когда да, все? Ну, судя по 60 на 40, тема открыта. Открыта. Не надо торопиться. Не надо торопиться. Все должно дозреть. А вот все-таки люди, которые против, которым не понравилось, они предлагают какие-то свои варианты? Вот вы сказали, не нравится – предложи. Они предлагают активно, нет? Ну, предлагают поставить выше, плотнее, чтобы не мог пролезть ребенок. Ну, чтобы не мог пролезть ребенок, это надо прямо сплошно. Это была предложена фотография, по-моему, из Новоавиатского, там, с набережной. Да, вот вроде вот такой хороший забор. Хороший, я не знаю. Ну, мы много раз подходили к этой теме, и сделать так, чтобы не было похоже на оградку, на кладбище, очень трудно. Ну, то есть, чтобы она вот на фоне вот этого мощного пейзажа не мельчила всю набережную. Ну, да, мы и про кладбище. Это, конечно, вы хорошо привели пример. Мы же и на кладбище за оградками все прячемся. А Москва, кстати, стала отказываться от ограждения. Причем официально приняла закон о том, что не будет становиться ограждение на кладбищах, а кладбище должны превратиться в парки и сады. Ну, вот чтобы, да, это все-таки жизнь и смерть должны быть связаны. Мы тут в перерыве делились историями про мемориальные всякие тоже вещи. И как раз, может быть, в ближайших программах расскажем такую историю. И как раз говорили о том, что даже мемориалы, даже тяжелые мемориалы, переосмысляя историю, надо понимать, что ты будешь жить дальше. И давать не просто надежду на эту жизнь, а понимание, что вот жизнь вот она такая. Да, и смерть, и жизнь она непосредственно связана. И рассказывала про мемориал Холокост, который находится в Берлине. Евгений его тоже видел. У меня сначала первое было впечатление, что в центре города кладбище. И, кстати, берлинцы также отзывались. Как же это так? Сейчас нам тут устроят кладбище в центре города. И ты, когда смотришь, особенно в вечернее время, на эти плиты, и потом туда заходишь, они все растут, растут. Это лабиринт такой получается. Как будто ты под землю опускаешься. И тут же мне встречаются подростки, которые бегают, фотографируются, и перекликают друг к другу, значит, хей, там кричат. И думаешь, ну-ка, что вы тут делаете, значит, на это? Это же мемориал. Срочно, значит, молчать, идти строим, скорбеть, там, посмотрите, и по плитам спускается дождевая вода, как будто слезы. Действительно так. Это все присутствует. Но архитектор, которому берлинцы в итоге поручили, американский архитектор, которому поручили это сделать, как раз задача-то была такая. Жизнь должна присутствовать, возрождение должно присутствовать, движение дальше. И поэтому специально было сделано так, чтобы молодое поколение, для любого поколения, по-другому себя здесь ввело. Да, осмыслили, да, пережили, но двигаются вперед уже с этой памятью и с этим осмыслением. Ну, вот в каждом пространстве то же самое. Прежде чем его там принять, его нужно осмыслить. А мы как бы очень привыкли не осмыслять, а сразу так. Так, что-то там, значит, зараспил, что там, на бечевку натянули, там опять сэкономили, чьи деньги? Ну-ка сюда вот как-то вот так. Или я знаю лучше все остальные дураки, ничего вообще никто не знает. Вот это мне очень нравится. Особенно, когда рассуждаем вот мы на эти темы, кто не является архитекторами, урбанистами, градостроителями и так далее, мы очень любим порассуждать. Я бы сделал так. Идзо Бубене, что-нибудь вот такое. Но мы не знаем всех требований, как сказала Анатольевна Анатольевна. Да, и начинается вот этот вот в интернете, другим словом называется, дискуссия, в интернете в другом называется, где особенно вот кто не специалист, они любят там, я там вот, да, и еще к этому присовокупить. Не душите наши инициативы. Мы это умеем делать. Это вот мы научились. Сейчас следующий этап. Надо опыт осмыслять. Надо договариваться. Самое главное. Да, наверное. Вот, кстати говоря, про договариваться, Евгений, потому что соучаствующее проектирование, патронное проектирование, где каждая часть, это еще раз вопрос общественного договора. Вас учили договариваться и учат договариваться на том семинаре, на котором вы сейчас, в процессе которого находитесь? Да, конечно. И вообще не то чтобы вовлечение, а создание вот таких городских сообществ, которые были бы субъектом принятия решений. Это одна из задач той новой урбанистики, которую нам преподают, то есть при его поставлении градостроительства, которое есть у нас. То есть все модернистские подходы, которые были апробированы во всем мире в течение 20 века, они работать перестали. То есть когда город воспринимался как такая машина, в которой завод в одном месте, жители, которые работают на заводе в другом месте, лечатся они тоже локально в каком-то третьем. Это вот такие... Учатся в четвертом. Да, это вот такие части механизма, которые должны работать, и в основу которых, взаимодействия которых встал автомобиль, все эти модернистские подходы перестали работать... В современном городе. В современном городе, где компания Амазона или Гугл может приносить огромные прибыли, и не надо находиться на санитарном расстоянии каком-то от города. Где университет, это должен быть драйвер такой вот городской жизни, а не находиться на отдельном острове, как во Владивостоке на Русском острове, для него восточный федеральный университет. Где он... Там ходишь как по какой-то фантастической картинке, зеленые травки, студенты перемещаются по дорожкам. Но там кампус такой интересный, как из фильма «Густей из будущего», примерно. Вот же вот такое, да? Ну, примерно так, но он отделен мостом от города, студенты отделены от городской жизни, город... Горожане туда ездят на экскурсии. Да, то есть он таким драйвером, который должен быть, не стал... стал открыткой, но не стал драйвером городской жизни. Вспомни сразу о Валенсии, где мы с тобой останавливались. В кампусе, да, университетский. Это правда. Летом в общежитиях задают туристам запросто, и ты можешь на любом в интернете сервисе заказать себе. И мы посмотрели изнутри, как живет университет и его кампус в летний период времени. Здесь же в этом, в кампусе, огромное количество теннисных кортов, спортивных площадок, бассейнов. Кабульные поля, бассейны. В кафе с алкоголем, товарищи. Велосипеды, да. Значит, велосипеды. Здесь же комнаты, где студенты занимаются, и пускают туда людей со стороны, вообще и с другой стороны, и посторонних. И когда мы с Аней искали, собственно говоря, место жительства своего в ночи уже в Валенсию въехав, нам говорили все, о, так это же целый город в городе. Вот именно так и говорили. Город в городе, да? То есть вот не где-то там на выселках, а в городе. Действительно, вышел и пошел, ты в городе. Во всех направлениях. И, конечно, Валенсийский университет, как и многие университеты, действительно являются драйвером развития этого региона. И такие задачи перед нашими опорными тоже вузами быть поставлены. Вот этот драйвер развития региона, это вот прямо вот такой слоган, да? Вот им велели стать драйверами, а теперь надо какие-то... Надо соответствовать. Не просто дать инструменты, а еще научить пользоваться ими, действительно. Это большая задача. Прервемся на полторы минуты. У нас реклама. Урбан. Программа о городских проектах. Продолжаем говорить о соучаствующем проектировании горожан с нашими гостями Михаилом Шинкаревым, главой администрации Кирово-Чепецкой, Евгением Лаптевым, главным архитектором города. И я попросила наших гостей в перерыве как-то все-таки вот объединить в одно или, не знаю, провести какие-то параллели, а может быть, вот отграничить друг от друга три разных вещи. Соучаствующие в проектировании горожан, ППМИ, проект по поддержке местных инициатив, и проекты в рамках комфортной городской среды, которые реализуются у нас вот уже там второй год и третий там будет в следующем году, наверное. Есть ли разница вот между этими проектами и какие там объединяющие такие вот истории, Михаил Анатольевич? Я думаю, что как раз и проект поддержки местных инициатив и комфортная среда, они объединяются с социальным проектированием. То есть и там, и там должны быть инициативные жители. В одном случае это, если говорить ППМИ, инициативная группа, которая представляет либо жителей, либо на общественном пространстве что-то делает, предлагает. В другом случае, если говорим о дворах, то это, собственно, жители многоквартирного дома, которые должны договориться между собой. Или нескольких домов. Либо нескольких домов. Если это общественное пространство, опять же, мнение как можно большего количества жителей, которое в этом году было выражено еще и рейтингом голосования 18 марта, когда голосовали за общественное пространство. Поэтому, на самом деле, это как раз вот объединяет эти два проекта, ППМИ и комфортная среда. Вы говорили в перерыве о каких-то вот проблемах, я не знаю, ли там непонимание, с которым вы столкнулись как раз в рамках комфортной городской среды и с ремонтом дворов. Что это было? Самая главная проблема во дворах, это, наверное, все-таки жители должны договориться. И умения договариваться практически нет ни у кого. Между собой? Между собой, конечно. Между собой. То есть даже вот внутри дома проводятся собрания, они должны определить, а что им надо. Только дорожку, только асфальт на проезжей части. Нужна им парковка, либо нужна им детская площадка. Это самое главное умение, которое отсутствует. Оно не выработано. Его нужно вырабатывать. У нас были примеры, когда голосуют, нужно поставить скамейку, подрядчик ставит скамейку, убегает мужик с топором, говорит, убирайте скамейку. Потому что здесь будут сидеть ночами подростки, выпивать алкоголь и мешать не спать. Ещё лучше, я приводила уже пример в эфире, на улице Кирпичный, дом 16. Бабушки так обрадовались, что наконец-то появилась скамейка. Приехал сосед, который работает вахтовым способом, вышел с бензопилой и спилил её. Просто. Ну вот, та же самая история. И вот если говорить о комфортной среде, вот с параллелью того, что мы, наверное, знаем чуть больше, то есть есть обязательные виды работ, которые по комфортной среде могут быть сделаны, должны быть сделаны. Это асфальтирование, фонарное освещение и что-то ещё. Урна, скамейка как раз, да? Урна, скамейка. То есть четыре вида. Всё остальное – это тротуары, это детские площадки, это площадки для отдыха, это уже дополнительный перечень с обязательным софинансированием. Жителей. Жителей. Но в этом году, как в прошлом году, в этом году получалось так, что денег мало, желающих много, и рейтинг выстраивался из-за того, кто готов софинансировать, они стояли на первое место. И мы понимаем, что собственники считают свои личные деньги, и они смотрят, а вот этот бордюр, его не надо ремонтировать, потому что он денег стоит, а вот этот надо заменить. И мы, конечно, получили вот эту через полосицу, когда там часть бордюра заменена на новую, а часть нет, уже некрасиво. Вроде сделано, а некомфортно выглядит, по крайней мере. Поэтому вот сейчас мы и с депутатами провели круглый стол по комфортной среде на прошлой неделе. И, в общем-то, выходим на то, что нам нужно учитывать мнение жителей многоквартирного дома, что бы они хотели сделать, но при этом еще и доводить до ума, уже без, наверное, средств жителей, потому что они не готовы за это платить, но доводить до ума комфортное состояние двора. Мне кажется, что если вот эту историю с бордюрами, которую вы приводите, отфотографировать, условно говоря, и на каждом собрании, где жители принимают решение ремонтировать или не ремонтировать, показывать эти фотографии и говорить, «Ребят, ну вот это стоит столько, но это будет выглядеть иначе, не так вот, как вот здесь, да, что здесь заплатка, там заплатка, а будет выглядеть хорошо, как новое», тогда, может быть, жители будут более активны и более подготовлены, может быть, к тому, что придется чуть-чуть переплатить, но зато будет хорошо. Мы возвращаем вопрос, который задавали Евгению до перерыва по поводу того, как вас обучают как раз организации обсуждения общественной, общественного участия на том семинаре, где вы находитесь, какие ключевые моменты отмечают. Терпение? Терпение – это уже такой технический навык, который нужен, наверное, на всех мероприятиях по вовлечению. Важно все-таки научиться строить диалог, видеть друг друга, видеть проблемы друг друга, находить какие-то компромиссы. И самая важная, наверное, функция или миссия вот этого вовлечения граждан – это то, что любые проекты федеральные, они кончаются, начинаются, но нам всем дальше жить. То есть нам надо научиться власти, бизнесу, жителям. Жители ведь тоже есть, пенсионеры, дети. Мамы с колясками. Мамы с колясками. Кто-то… И эти функции у них меняются в течение дня, в течение недели. То есть нам всем нужно вместе жить. И важно научиться этому диалогу и разговору для дальнейшей жизни в городе. Не зацикливаться, что это будет только парк. Или это нужно для парка. Это нужно для нашей жизни в нашем городе. Для того, чтобы дети были здоровыми, для того, чтобы старики могли реабилитироваться, для того, чтобы мы вышли, могли заняться йогой, для того, чтобы ты разгрузился, когда идёшь от дома к работе, и наоборот. Ну, да, вот для чего ещё парк? Для свежего воздуха, для экологии. А не просто красивые деревья, лавка и урна. И пустая причём. Как раз вон, что там люди были. Поэтому я вот для презентации, для проектного семинара подобрал несколько фотографий из Тбилиси, где такие дворики, просто тень от какого-то каштана. Под ним на разных стульях, на коробках сидят старики, играют в домино. Тут же вокруг них бегают дети. Так вот, это более общественное пространство, чем любой сквер, где стоят скаймейки, где бурщатка, но никого нет. Я вот не знаю, есть ли это в Чепецке. Я давно, к сожалению, там не была. Но в Кирове примерами такого общественного пространства выступают дворы, пятиэтажных домов хрущёвок, улица Некрасова в районе автовокзала, улица Горького, вот эти пятиэтажки, которые идут от Воровского в сторону вокзала. Там прекрасные зелёные тенистые дворики. Я помню ещё времена, когда там стояли вот эти вот столы со скамейками, и каждый вечер мужчины выходили, мужчины постарше выходили играть в домино, иногда в карты, иногда даже на спички. В шашки. Молодёжь тут же, значит, неподалёку играла в волейбол, тут же бегали дети в песочнице, тут же бабушки сидели на скамейке возле подъезда, а мамы молодые там где-нибудь стояли между собой, тоже что-то обсуждали. Вот эта вот история, она, к сожалению, ушла. То есть сейчас столики сгнили, их все убрали, и они не возрождаются. А по идее-то должны бы, потому что люди-то меняются, жители меняются. Кто был молодым в те годы, они сейчас уже люди в возрасте, и им, может быть, вот этого столика не хватает, за которым можно посидеть. Ну, позавчера я была во дворе, снова привожу этот пример, там, Москвы, Аня, я исправила. Не под Москвой, а Москвы, да. Двор, выпал снег, Москва, конечно, стоит сама, там, да, пробки из аэропорта ехала. А во дворе, я думала, как вот они сейчас зимой-то вот поэтому, а во дворе все заняты делом. Значит, дворники чистят, дети в очередь в огромную, как мы когда-то, они детства катаются с горки, взрослые с подростками играют в коробки, еще пока в мяч, потому что можно там играть. Малыши копаются, там что-то снежки делают, и все во дворе. И все предели. Я таких дворов в Кирове так давно не видела вообще, да, вот нет этого совершенно. Сейчас дети растут, подростки, и говорят, вот надо вашим детям общение. Вот они сидят в интернете и только там общаются. Где общаться, если дома даже на красных линиях? Выстроены вовсе без дворов. Я тебе должна сказать... А парки тоже не предназначены для того, чтобы вот, да, вот общественные какие-то... Должна тебе сказать, что все-таки вот застройщики комплексных микрорайонов, они как-то эту проблему стараются решать. Теперь, да. То есть они там и елки организуют по праздникам, и еще что-то. Теперь стараются. Какие-то совместные праздники делают. И тем не менее, посмотри, даже в новых микрорайонах могут установить комплексный детский городок, где дети до 5-6 лет вообще, собственно говоря, могут только полоть. Все! Остальное вообще никак не учится. А потому что это требуется нормами, я так понимаю. Детская площадка должна быть. Вот здесь вот действительно абсолютно с коллегами согласна. Вообще, когда люди выходят на улицу, отрываются от телевизора, от дивана, от бутылки кто-то, я не знаю, чего-то еще, начинают общаться. Они тогда начинают договариваться, они тогда одобреют, уровень агрессии падается, индекс счастья по Кудрину растет. Было бы общество, пространство найдется. То есть все знают, что я в своем детстве мы не на стадион ходили играть в футбол или хоккей, то есть достаточно было найти какую-то поляну. Любую. Две консервные банки – это ворота. Главное, не напротив окна. У вас интернета не было. У нас не было интернета в детстве. В том-то и дело. А сейчас у них есть интернет, а когда ты говоришь дочери, почему ты не идешь гулять, они говорят, а где мы будем гулять? Ну, мы дошли до парка, посидели на лавочке, вышли. Там есть корустели для малышей, а для нас, для подростков, нет ничего. Ну и правда. Нет ничего. То есть все-таки изменилось общество, Евгений. Именно технический прогресс безумный отрывает сейчас как раз людей друг от друга очень часто, но потребность-то осталась человеческая, обычная в общении. Но потребности, они должны тоже быть как-то средой подкреплены. Вот, что я бы хотела сказать. А вообще, конечно, я совершенно, коллеги, с вами согласна. Думаю, Аня, ты меня тоже поддержишь. Искусство договариваться и вообще говорить, которое там ушло с годами, сначала договариваться, потому что никто не спрашивал, собственно говоря, о чем договариваться. Все делалось. И до сих пор же вот эта позиция сделайте нам. Вы обязаны. Вы должны. Никто не спрашивал, разучились договариваться, благодаря интернету разучились вообще говорить, писать письма и прочее. Это все нужно возвращать, потому что мы видим, что без этих элементарных человеческих потребностей, их обеспечения, которые мы сами себе обеспечиваем, действительно разрушается городская среда. Не созидается, разрушается. Наша задача ее созидать. Это задача каждого человека. И вот наши гости сегодняшние об этом как раз и говорили. И очень приятно, Михаил Анатольевич, что вы рассказали, что реакция ваших коллег в администрации Чепецка была человеческой. И люди с удовольствием обсуждают эти вещи и не говорят нам тут некогда, нас тут, значит, люк взорвался или там угол дома обшарпался. А мне показалось очень важным, что люди готовы, люди, которые работают в администрации, готовы какие-то вещи, нужные им в работе, обсуждать, решать. Во внерабочее время. Мне кажется, это самый главный показатель вообще заинтересованности. Ну, благодарим Кирова Чепецка, Евгения Лапцев, главный архитектор Кирова Чепецка и Михаил Шинкарев, глава администрации города за то, что вы к нам пришли и про это рассказываете. И мы вас снова и снова приглашаем в эфир. Обязательно будем следить за вашими проектами. Это была программа «Урбан». Я на этом прощаюсь, а Светлана вернется через 20 минут в особом мнении с вице-спикером ЗАГС Собрания Романом Титовым. Все верно. Урбан. Программа о городских проектах.